День с толком В селе соблюдают ограничения и какое наказание ждет земляков за нарушение карантина по коронавирусу? Зрители на расстоянии. Как музеи, театры и библиотеки будут выживать в период изоляции? Необычный квартет. Группа музыкантов с ограниченными возможностями мечтает выступать на День Победы. Зрители России, в том числе Алтайского края, нарушивших режим карантина по коронавирусу, может ждать уголовная ответственность. 31 марта депутаты Госдумы собираются рассмотреть проект закона об ужесточении мер за нарушение эпидемиологических норм. В частности, федеральные парламентарии хотят пересмотреть несколько вариантов изменений. Если безответственность инфицированного повлекла за собой массовое заболевание людей, то ему придется заплатить штраф до миллиона рублей. А еще виновнику грозит отстранение от определенных должностей сроком до трех лет или тюремный срок, тоже три года. Если действия заболевшего приведут к смерти человека по неосторожности, предполагается штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы сроком до пяти лет. В том случае, если инфицированный заразил нескольких и как минимум двое из них умерли, то такого человека ждет колония сроком до семи лет. На сегодня в нашем регионе порядка 500 жителей находятся на рекомендованном карантине. Но все ли изолированные соблюдают ограничения, выясняла Анастасия Дороган. Твердый сыр, плавленый сыр, маленький майонез, конфеточки. Это список продуктов, которые меня попросила купить моя коллега Ирина Корчагина, которая сейчас находится на самоизоляции. Ну, как такому можно отказать? А отказывать и не стоит, ведь домашний режим, вернувшийся из-за границы, в наших же интересах. Я, признаться честно, покупаю Ири продукты уже второй раз, поэтому сейчас набор совсем небольшой. И самая главная сложность – разве что выбрать те конфеты, которые понравятся изолированной. Ой, нам еще и записочку какую-то оставили. Спасибо большое. Ты как по нам соскучилась? Да что-то не особо. Что готовить будешь? Картошка по-французски. Моя коллега на самоизоляции уже шестой день. На самочувствие не жалуется, а через три дня, как положено, пройдет тест, который выявит или не выявит коронавирус. Когда мы вернулись из отпуска, новость о карантине сначала вызвала какой-то протест, ведь мы вернулись не из европейской страны. Но сейчас, сидя в карантине и читая все, что происходит на этой планете, каждый день столько заболевших, столько информации пугающей, что уже думаешь, господи, ладно, лучше уже пересидеть, перебдеть в карантине и никого не заражать, если ты уже болен. Продукты оставляем у двери. Один пакет принесли, другой забираем. Мусор, людей на самоизоляции тоже надо кому-то поносить. Есть и еще один вариант помощи. Заявку на электронный лист нетрудоспособности вместо изолированного может подать любой из нас. Например, если есть проблемы с интернетом, а из дома выходить нельзя. Особые правила оформления больничного действуют до 1 июля. Для этого нужно зайти в свой кабинет госуслуг, заполнить данные того, кто на изоляции, и прикрепить документы, подтверждающие пересечение им границы. А еще тут же оформить всех, с кем прибывший живет на одной территории. И в таком больничном деньги начнут перечислять уже в первую неделю изоляции. У граждан будут денежные средства для того, чтобы дистанционно заказать, например, еду, лекарства и так далее. Правила финансирования первые три дня за счет средств работодателя, начиная с четвертого дня за счет средств фонда социального страхования, в данной ситуации не действуют. Расходы полностью фонда. Всем изолированным нежелательно покидать квартиру. Это пока рекомендация. Но предписания соблюдают не все. Из неофициальной беседы с сотрудником профильного государственного ведомства нам стало известно, что есть земляки, прилетевшие за границей, которые свободно ходят на работу и забирают ребенка с детсада. На Алтае за соблюдением изоляции следят медработники, Роспотребнадзор, а участковые полиции делают обзвон. Как именно фиксируют нарушение домашнего режима, не поясняют. Но если нарушителей поймают за руку, те понесут ответственность. Если гражданин получил больничный лист или находится на леске нетрудоспособности, будет ставиться отметка о нарушении режима. И в дальнейшем это будет сказаться на оплате больничного листа. Накануне в Барнауле приземлился самолет с туристами из Вьетнама. Больше 200 человек прямо из аэропорта отправились на изоляцию. В селе проявят сознательность, отследить сложно. Остается только надеяться на совесть земляков. В противном случае распространение опасного вируса может стать реальным. Анастасия Драган, Илья Халяпин. День с толком. На карантин ушли и все учреждения культуры Алтайского края. Теперь нельзя сходить в театр или на выставку, но это не конец культурной жизни. Как музеи, театры и библиотеки будут выживать в период тотального карантина, расскажем в сюжете Дарьи Эйдемиллер. Прямо сейчас я гуляю по Эрмитажу в Санкт-Петербурге. Между прочим, позволить себя это может не каждый житель Питера, потому что сейчас он закрыт для посещений. И вещает только онлайн. Это все происходит из-за коронавируса и карантина по всей России. И как же учреждения культуры выживают в Барнауле? Наши музеи тоже можно посетить онлайн. В Музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая в музеях Шукшина и Титова есть возможность виртуально пройтись по коридорам. Правда, подробные экспонаты там не рассмотреть. На сайте художественного музея есть онлайн-версии выставок картин. Сейчас мы немного подглядим, как делают контент для онлайн-посетителей музея. Я путешествую по картине, показываю все рельефы, мазков, чтобы зритель смог все это прочувствовать, как будто бы он находится здесь, в музее, вместе с нами. Скоро на сайте появится запись экскурсии по выставке Через Гуркина и лекции об украденных шедеврах. А вообще во всех музеях края жизнь идет своим чередом – научная работа, подготовка выставок и оцифровка фондов. Только вот залы с экспонатами теперь пустуют. Так же, как и коридоры в главной библиотеке Алтайского края. Если у вас есть желание почитать какие-то книги, да, у нас есть электронная библиотека. Там больше 28 тысяч полнотекстовых документов, в первую очередь краеведческих, редких, которые раньше были доступны только отдельным личностям в отделе редкой книги. Продлить книгу, взятую на дом, можно по телефону или электронке, а все остальное доступно на сайте библиотеки. В онлайн-каталоге возможно запросить список литературы по теме, а в электронной библиотеке почитать проекты о краеведении, местную публицистику и периодику. А что, мать, не затопит ли нам сегодня баньку? Театры тоже продолжают жить и работать. Артисты репетируют новые постановки, только вот состоит или премьера, пока не ясно. Театры тоже будут выкладывать в интернет записи спектакли, но с этим есть небольшая проблема. Прежде чем приступить к репетициям, мы заключаем договор с автором. И автор нам говорит, или наследники, говорит, да, мы с вами согласны, но вот на таких условиях. И у всех стоит определенный процент от проката спектакля. А здесь, в общем, процента такого нет, и неизвестно, как это будет. На нас это тоже свалилось все, как снег на голову. И мы сейчас разрабатываем определенные планы. Театр драмы уже в эту пятницу обещает онлайн-постановку известного спектакля «Собачье сердце». Его премьера состоялась в далеком 2005-м. На сайте филармонии уже можно послушать концерты Бетховена, Вивальди, Шуберта. Прямо сейчас мы находимся в кинотеатре премьера. И вот такие пустые залы здесь будут до 9 апреля. Именно до этой даты кинотеатр закрыт на карантин. Тем временем их коллеги, коммерческие кинотеатры, тоже работают в карантинном режиме. В залы пускают не больше 50 человек. И трафик по сравнению с мартом прошлого года уже уменьшился вдвое. Да и коммерческие кинотеатры со дня на день могут закрыться. Благо, для нас это не проблема. У всех нас есть маленькие кинотеатры в кармане. Дарья Демилер, Николай Шелко. День с толком. В то же время на Алтае увеличили объемы производства гречки. С приходом коронавируса этот продукт стал одним из самых востребованных в стране. Этому вопросу даже уделил внимание министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на селекторном совещании в Москве. Алтайский край на нем представляли зампредседателя правительства Александр Лукьянов, директора пищевых, перерабатывающих предприятий и торговых сетей. Участники обсудили, что в некоторых субъектах страны спрос на гречку вырос в несколько раз. Поэтому сейчас Алтайский край наращивает объемы производства, так как региону достаточно 10 тысяч тонн в год. А производим мы, судя по урожаю 2019 года, почти 400 тысяч тонн. Это почти половина от общероссийского объема. По словам Лукьянова, сейчас переработка выведена на полную загрузку. До середины апреля предприятия будут отгружать крупу по ранее заключенным договорам за 41-43 рубля за килограмм. С учетом увеличения почти на 30% объема выработки гречной крупы, на 24 марта доставки зерна товарной гречики составляет у нас порядка 290 тысяч тонн. В среднем около 40 тысяч тонн. Это мы вкладаем предприятия, перерабатывающие промышленности. Это практически, в среднем, будем говорить, 30-дневный запас. Повышенный спрос на гречку был и в Алтайском крае, но сейчас, по данным Лукьянова, ситуация стабилизировалась. Однако в торговых сетях фиксируют рост стоимости гречневой крупы. За неделю она подорожала на рубль 10 копеек. К другим темам. Минздрав Алтайского края не готов идти на уступки перед сотрудниками Рубцовского противотуберкулезного диспансера. Последние отказываются переезжать в предложенное чиновниками здание, поскольку там лечили больных с тяжелой формой туберкулеза. Но в Минздраве уверены, что врачи преувеличивают степень риска. Напомним, 10 марта появилось решение суда о том, что здание амбулаторно-поликлинического отделения в Рубцовске аварийное. Минздрав решил перевести врачей в якобы безопасное место. Но медики не согласились и высказали ультиматум. Если их переведут в здание противотуберкулезного диспансера, где лечили больных с тяжелой формой болезни, они уволятся. В региональном Минздраве такую логику не понимают и не принимают. Не пришли работать ни в детский сад, ни в пионерский лагерь. Мы все, когда устраиваемся сюда, мы понимаем, куда мы пришли. И мы подписываем договор трудовой свой. В связи с этим у меня вообще недоумение, почему люди отказываются выполнять свою работу во вредных условиях. Почему мы их должны бросить без лечения? Только потому, что несколько поменяется комфортность пребывания. Я считаю, что если ты врач, то ты должен все-таки спасать больного. По словам Анисимова, и в противотуберкулезном диспансере провели заключительную дезинфекцию. Сотрудники обеспечены спецодеждой, масками, дезрастворами. Переезд мера временно, объясняют Минздраве, и нужен для ремонта нового для афтезиатрической службы Рудцоска здания на улице Орычная. Закончить его планируют в конце 2020 года. А прекратить принимать больных туберкулезом на такой срок невозможно. Для исторических зданий Барнаула утверждены границы. А точнее, определен список зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в центре города. Какое значение новый документ имеет для будущего облика туркластера? И поможет ли он возродить территорию бывшего сереброплавильного завода? Выяснял Илья Кочетков. Специалист Алтайохранкультуры Елена Кабанова говорит, дождались. Ранее проект зоны охраны разрабатывали только для сереброплавильного, спички. Без этого документа нельзя было начать реставрацию. Он должен был определить, где точно проходят границы исторических памятников, какие работы можно и какие нельзя производить и так далее. Но федеральный Минкульт проект раз за разом отклонял. Новый же документ прошел на Урае в Москве и на общественных слушаниях в Барнауле. Может потому, что на этот раз описывает практически весь исторический центр города от Мамонтова до Гоголя, включая Демидовскую площадь, от Ленина до Радищева. Первое, мы определяем территорию, где мы проводим только реставрацию объектов. Второе, мы определяем территорию, зону регулирования застройки, в которой определяется плотность застройки, высотность застройки, какой объект мы можем разместить. В истории Барнаула, объясняют в охранкультуре, настолько детального единого документа, описывающего правила застройки и благоустройства исторического центра, еще не было. Теперь один закон будет действовать для нескольких кварталов, что расположены на территории туркластера. Для отдельных участков оговариваются даже детали. Например, заборы должны быть прозрачными. Новые здания стилизованы под старину. На старых никакого теперь сайдинга. Деревья оговариваются вплоть до пород. И, наконец, особое внимание будет уделено высоте новых зданий. Это от 9 до 14 метров. Самым высоким зданием в центре останется филармония. Такое ограничение, считают чиновники, охладит пыл любителей точечной застройки. На территории же Сереброплавильного новое строительство теперь вообще запрещено. Так что те, кто опасался появления на этой заповедной земле торгового центра, могут вздохнуть с облегчением. Илья Кчетков, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульская группа музыкантов с ограниченными возможностями мечтает выступать перед горожанами на День Победы. К 9 мая необычный квартет готовит несколько произведений. Далее в сюжете Полины Ждановой. Пока эта группа не так известна, как хотелось бы музыкантам. Но это не значит, что нужно сдаваться и бросать попытки попасть на большую сцену, говорят исполнители. Небольшой репетиционной коморки квартета Вертон. Энтузиасты, для которых музыка не просто увлечение, а часть жизни. Играем просто ретро-музыку, которую, наверное, редко кто играет в городе. В основном какие-то жанры сейчас разные. Мы вот остановились на таком, как говорят маркетологи, на таком сегменте рынка, что вот такое, так сказать, для, может быть, любителей более зрелого возраста. Хотя и молодежь нас с удовольствием слушает. Ретро-музыка не единственная изюминка, а трое из квартета – люди с инвалидностью. Например, у Романа недавно ампутировали часть ноги, и теперь он привыкает к протезу. Но это не мешает заниматься творчеством. Музыканты говорят, что современную музыку им не понять. Но это не значит, что она плоха. Каждая музыка, она созвучна своему времени. Но самое интересное, что и мы в свое время, когда были молодыми, мы тоже играли такую музыку, которую не могли понять наши родители. Пока группа Вертон выступает на бесплатных площадках. Поют для людей с ограниченными возможностями, ветеранов и на городских праздниках. Но они стремятся к большему. Ближайшие выступления, на которые могут посмотреть все желающие, запланированы на День Победы на открытой концертной площадке Барнаула. Полина Жданова, Андрей Печоркин, День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи. День Печоркин, День Печоркин, День Печоркин. День Печоркин.